Всем привет! Меня зовут Олеся, я художница, и сегодня я буду делать обзор на краску корейской фирмы Shinhan, которую мне прислали MPM. И это первый мой обзор на эту фирму и на этот акрил, поэтому я вся в предвкушении, потому что я люблю работать акрилом, это моя основная специализация акрил, акриловые краски, и не всегда удается найти что-то хорошее, что удовлетворяет тебя по ряду твоих уже выработанных каких-то фишек и привычек, поэтому сегодня мне интересно посмотреть, что же умеют делать корейцы, какая краска у них получилась, и, собственно, давайте распакуем потрясающую посылку от MPM. В коробке помимо акриловых красок, которые я так ждала, я обнаружила синтетические кисти, а также альбом крутой бумаги для работы с акрилом от Fabriano. И давайте все распаковывать и смотреть поближе. И начнем мы с альбома бумаги Fabriano. Можно прочитать, да, что бумага очень плотная, 400 грамм на квадратный метр. Это прям очень-очень плотный картон. Я вам так скажу, не все холсты, на которых я сейчас работаю, столько же грамм имеют в своей плотности, поэтому такая бумага точно не будет прогибаться, да, и ее будет сложно испортить акрилом, да, то есть она достаточно плотная, чтобы держать в себе влагу, чтобы ее не вело. Хотя я знаю, что любая работа на бумаге предполагает закрепление ее на планшет, но вот я смотрю на толщину этой бумаги, и, конечно, это просто потрясающе. Если вы, например, не хотите таскать с собой холсты, куда-то отправляетесь, возможно, на пленэр или какие-то делать скетчи, я не знаю, или просто рисовать что-то, что потом можно было бы легко отправить почтой в другую страну. Это потрясающе плотная бумага, я думаю, будет суперкруто с ней работать, плюс она имеет классную такую фактуру. Но давайте перейдем к самому интересному для того, для чего мы с вами здесь все собрались, а именно откроем потрясающий набор акриловых красок от Шенхан. Целых 36 цветов, это большой набор, и они выглядят просто потрясающе, как конфетки. Небольшие тубы по 20 миллилитров, конечно же, прекрасная эстетичная упаковка, очень такие яркие, красивые цвета акрила. Как я люблю? Я люблю писать такими цветами поядренней, чтобы были поярче, поинтереснее. В моих палитрах редко присутствуют какие-то землянистые оттенки, серые или что-то такое темно-коричнево-зеленое. Я люблю, когда поярче. И, собственно, можно посмотреть буклет, в котором написано, как правильно читать этикетку каждой краски, да, что означает квадратик заполненный цветом, квадратик наполовину заполненный цветом, что такое звездочка, две звездочки, три звездочки. Ну, собственно, так всегда обозначаются краски, да, то есть ничего нового здесь, конечно, Шенхан не придумали. Скажем так, это стандартные обозначения плотности, светостойкости. И, в общем, вы можете изучить это, чтобы, когда берете тюбик, понимать, да, какая краска перед вами, насколько она прозрачная, насколько она там светостойкая. И уже с этой информацией непосредственно работать над вашей картиной, над вашей идеей. Конечно, я не могу успокоиться, и мне хочется трогать эти тюбики, краски. Они невероятно эстетичные, и уже очень хочется скорее их попробовать. Но перед тем, как приступить непосредственно к картине, на которой я буду использовать эти краски и рассказывать вам свои впечатления о них, я хочу сделать небольшую выкраску, буквально нескольких оттенков, да, для того, чтобы посмотреть общие свойства, как краска себя ведет, как она растворяется, перекрывает ли она темной, да, насколько она вот пластична, как она себя ведет под моей кистью. Для этого я беру бумагу, да, тестить краску я буду на бумаге, хоть пишу я обычно на холсте, но для теста мне подойдет и бумага, конечно же. И маркер японской фирмы Sakura провожу черную линию, да, черная линия у меня нужна здесь для того, чтобы посмотреть, насколько краски могут перекрыть темный цвет. Уже сейчас при одном взгляде на краску я понимаю, что, например, есть какие-то очень светлые оттенки, вот такой вот бирюзово-голубой, и, возможно, он сделан не на одном пигменте, да, с добавлением каких-нибудь белил, возможно, да, для того, чтобы вот такой вот бирюзовый цвет случился и выглядел так вот, как на тубе он напечатан. Тоже интересно проверить желтый, да, потому что некоторые производители могут добавлять, опять же, какие-то белилы или присадки, которые делают краску менее прозрачной, да, то есть как она вот эту вот черную в итоге линию мою перекроет, да, такой тест посмотреть, как вообще краска выглядит в работе. Эти маленькие капли я сейчас буду размывать водой и растягивать кистью, чтобы посмотреть, как краска тянется, как она перекрывает белую бумагу, как она перекрывает черную полосу, сколько влаги она может принять, да, от моей кисточки. Я пытаюсь посмотреть, как в моей руке будет удобно ли работать, да, как себя краска ведёт, потому что когда ты привык уже к своим красочкам и всё время им работаешь, брать какой-то новый бренд на пробу, всегда интересно, волнующе, потому что мало ли какие сюрпризы тебя ждут в этих тестах и открытиях. Ну вот, как я и говорила, можно заметить, что бирюзовая, она очень перекрывающая, скорее всего, в её составе есть какие-то, не буду говорить белила, да, потому что я не технолог, честно, я не знаю, как, что там в банке намешано, да, но вы можете заметить абсолютно, да, что вот коричневый, зелёный, жёлтый, они достаточно прозрачные, а вот бирюзовый, он прям мощно перекрыл чёрную линию. И это не потому, что я его густо намазала, нет, вроде капельки были одинаковые на всех, но и воды я в кисточку брала такое же количество. Но вот, опять же, да, видимо, есть какие-то краски в этом наборе, да, у этого производителя, которые более кроющие относительно других. Ну и мне предстоит это проверить очень необычным, как мне кажется, способом. Я решила протестить краски на принте своей графической работы «Колокольчики». Это одна из моих старых графических барышень, которая вот такая вот загадочная, стоит на фоне цветочков. Там есть много каких-то мелких орнаментов на её платье, фон, вот этот вот задний план с цветами, да, то есть и портрет. Тут я могу протестировать разные варианты наложения краски и посмотреть вообще, как она себя ведёт на холсте. И хоть этот принт как бы напечатанный на холсте, но он напечатан на матовом холсте, и краска должна ложиться абсолютно без проблем. Краска, кстати, тоже матовая, как я успела заметить во время небольшой выкраски. Это очень круто, потому что я рисую в основном только матовыми красками. Мне не нравятся краски глянцевые, с ними не получаются те фишечки, к которым я привыкла. Моя задача сегодня заключается в том, чтобы посмотреть, да, как краска ложится, как краска себя ведёт, как она смешивается, какую чистоту цвета она даёт и как, собственно, с ней вообще работает. Сегодня я хочу начать немного необычно, не так, как я рисую в привычной мне манере, потому что здесь у меня всё-таки принт на холсте, да, это немного похоже на раскраску, врать не буду, чёткие чёрные линии, место для творчества вот тут свободное. И, соответственно, я немного меняю подход к своей работе и хочу начать с очень тонких прозрачных заливок, потому что краска эта очень звонкая, как я уже успела понять по небольшим выкраскам, да, она очень прозрачная. Я буду цвет набирать постепенно, да, с очень-очень тонких слоёв, постепенно вводить новые-новые слои, для того, чтобы цвет становился плотнее и сочнее. А начинаю я с таких, как вы можете заметить, практически акварельных заливок самого светлого участка моей работы, а это колокольчики. Идея какая, да, я вам заранее расскажу, хоть вы, наверное, видели превью. Идея будет такая, что цветы, эти самые колокольчики, светятся в темноте, как бы своим светом освещают лицо главной героини, да, то есть вот вроде бы вокруг ночь, а она подсвечивается за счёт цветов, которые, собственно, и светятся в темноте. Поэтому я начинаю эту работу, набирая светлые, тёплые, жёлто-розовые оттенки, такую градацию делаю с большим добавлением воды. Как вы можете заметить, краска ложится очень хорошо, между собой смешивается, выглядит всё это прекрасно, меня устраивает. И более того, да, опять же, вы можете заметить, что акриловая краска, обильно разбавленная с водой, в этом состоянии не перекрывает чёрные полосы, да, то есть она очень звонкая, очень прозрачная. А это значит, что ей можно будет делать разные лисировки, что мне, конечно, пригодится в моей работе, потому что это один из видов техник, которые я применяю в работе с акрилом. Как вы можете заметить, когда я накладываю какой-то цвет, то после высыхания акрила, а он высыхает быстро, потому что он таким тоненьким слоем здесь касается холста, что высыхает моментально практически, я могу усиливать оттенки, смешивать цвет непосредственно на холсте, да, то есть усилять бирюзовый, каким-то жёлтым, уже после того, как бирюзовый наложен и высох. Сейчас я хочу проработать, опять же, бирюзовым цветом платья главной героини, которое потом будет усложняться, да, то есть я делаю такую некую подложку из бирюзового цвета, тоже очень сильно разбавленного с водой, то есть вы видите, он такой как акварель, очень нежный. Как можете заметить, я сейчас работаю очень акварельно, очень тонко, краски позволяют это делать, они отлично принимают в себя воду, растворяются, а после высыхания такие же яркие, что с акрилом бывает, кстати, не так часто, бывает краски тускнеют, опять же, цвет краски можно вернуть, покрыв их лаком, да, лак вскрывает оттенок, вот, но в данном случае, как бы, цвет даже после высыхания выглядит достаточно ярко. Между собой краски также смешиваются отлично, достаточно небольшого количества воды, чтобы цвет растворился, принял в себя влагу, то есть никаких комочков, знаете, как в тесте для блинчиков не образуется, что иногда бывает, да, если краска очень сильно густая, здесь краска достаточной консистенции для того, чтобы отлично растворяться, даже при небольшом добавлении воды. Теперь я хочу сделать более плотный, более темный фон, для этого я задумала у себя в голове градацию, растяжку уже от более плотного бирюзового, да, которым был покрыт, которым было покрыто платье девушки, но опять же, там было много воды, а сейчас я практически не использую воду, накладываю краску таким прям густым слоем, и у меня будет растяжка сверху вниз от бирюзового к более темному синему цвету, да, и тем самым будет контраст между более темным фоном, насыщенным, ярким, и светящимся светлым таким звенящим, звенящим, полупрозрачным передним планом. Здесь можно заметить, что даже темная краска накладывается достаточно прозрачно, что для живописцев большой плюс, но мне нужно плотное, равномерное темное покрытие, это значит, что нам понадобится несколько слоев, да, для этого нужно сначала наложить первый слой, подождать, пока он высохнет, и вернуться на этот участок с еще одним слоем. Собственно, в технике такой вот многослойной, декоративной, безусловно, декоративной акриловой живописи, придется сказать это слово, да, потому что работаю красками, я создаю свои картины, понемногу накладываю новых-новых оттенков на подложки из первых слоев, я усложняю, затемняю, добавляю каких-то деталей, глубины в элементы работы, для того, чтобы потом все это сложилось и как бы выглядело цельно. Также и здесь я сейчас добавляю на цветы дополнительные тени, да, дополнительные такие декоративные, как бы объемы из обычной градации, да, добавляют им какой-то вот интересный такой вид, можно еще усложнить градацию, усилить все, сделать все более теплые, добавить жилки на цветочки. Это все зависит от того, насколько вы готовы потратить свое время, усложнить, заморочиться над своим произведением. В моем случае я тестирую краски, смотрю, насколько они перекрывают, как хорошо они разбавляются водой, и в целом работа идет так, как я привыкла. Краски очень звонкие, прозрачные, местами какие-то цвета с большим количеством такого пигмента, который перекрывает, но если, например, разбавить их хорошенько с водой, то они прям потрясающе звонко выглядят. Я продолжаю работать с фоном, планомерно заполнять его бирюзовым и создавать градацию от бирюзового в темно-синяя. Тут можно заметить, как бирюзовая краска плотно ложится и перекрывает, собственно, там печать темная, которая у меня виднеется на холосте, такие у меня были графические звездочки. Это значит, что краска при достаточно густом нанесении отлично справляется со своими свойствами, перекрывает и выглядит достаточно плотно. То есть можно работать и плотно, и одновременно так вот акварельно. Собственно, вот это свойство прозрачности, да, такого акварельного нанесения, оно нам помогает добавлять новые оттенки, делать лессировки. То есть, опять же, как по моей задумке, цветы светятся в ночи, значит, цвет, который от них исходит, попадает и на листья тех же самых цветов, поэтому тот цвет, который изначально там лежал, я могу усилить, уплотнить и заставить сиять при помощи желтого оттенка, да, будет эффект такой подсвеченности. То же самое с цветами, если они кажутся немного тускловатыми после первой прописки и первой растяжки цветовой, можно пройтись поверху еще раз тем же самым желтым, который я добавляю и на листья, и на цветок, и усилить эффект свечения тем самым, еще сильнее отделив теплотой уже, да, при этом теплыми оттенками цветы от холодного и более плотного фона. Ну и, собственно, с той же самой идеей я возвращаюсь на платье к нашей героине для того, чтобы добавить уже в созданный бирюзовый тон платья желтый оттенок на груди. Там, собственно, где выходит вот такая вот линия, если вы вдруг задаетесь вопросами что-то, что за странный разрез и линия, если вы ознакомитесь с моим творчеством, то сможете заметить, что у меня в картинах присутствуют такие вот нити, нити связи, знаете, как легенда о нити, о нитях, которые связывают разных людей между собой. Вот бывает, что одна нить начинается у меня на одной работе, переходит в другую, где-то она связывает персонажей вместе и просто иногда летает над городом, то есть как идея взаимосвязи всех людей через вот эти вот метафорические, символические нити, я ее не забываю, они, как лейтмотив моего творчества, иногда проскакивают то тут, то там, поэтому не пугайтесь, это не просто какой-то шрам на груди, это моя метафора, которую вы можете проследить не на одной картине, а на многих моих работах. Продолжая усложнять, да, свое колористическое решение работы, я вожу на платье барышни, в этот ее орнамент, такой вот загогулистый, новые оттенки, поскольку краска, опять же, я уже сказала, очень звонкая, очень прозрачная, я начинаю более темным, собственно, синим, который был у меня в фоне, но с большим добавлением воды, создавать тени под, собственно, над этими вот орнаментами, валунами, чтобы создалось ощущение объема. И, как я уже сказала, краска прозрачная, очень легко ложится, просвечивает под собой остальные слои, которые были набраны, и вот получается такой эффект лисировки. Дальше я хочу сделать, опять же, полупрозрачной синей краской, которой я только что проработывала орнаменты, тень, которая падает от девушки на задний план, от ее волос, как бы от ее силуэта, на ее плечо, и на фон, где у нас, значит, там, цветочки и листики, да. Также я хочу ввести в фон свой любимый прием с брызгами, здесь он будет работать очень в тему, потому что, опять же, идея, что это ночь, и вот там уже, где совсем темно-синий цвет, я хочу сделать такие вот белые брызги для того, чтобы имитировать россыпь звезд на ночном небе. Ну и напоследок я оставляю самое интересное, начинаю создавать портрет. Как я уже сказала, идея заключается в том, что цветы светятся, да, должен быть эффект свечения, поэтому я беру, опять же, желтый, которым я изначально делала подмалевок, такую ее светлую растяжку в цветах, да, то есть все цвета здесь в работе взаимосвязаны, и начинаю перекрывать портрет и плечо, да, это, получается, у нас левое плечо девушки, на которое падает свет. Фишка краски, за счет того, что она такая прозрачная, пигмент у нее такой яркий, свечение получается просто моментально, да, она невероятно сочная и звонкая по цвету, и моя задача здесь правильно нанести оттенки так, чтобы было ощущение именно вот этого свечения в темноте. Знаете, когда ты подходишь вечером к фонарю, и вот твое лицо озаряется светлым, там, желтым оттенком, а все остальное такое в холодной тени, и я сейчас буду пробовать это делать. конечно же, опять же, за счет лисировок добиваться вот этого многогранного тона, да, перехода от светлой в темное, потому что прозрачное наложение краски, а у нас в данном случае акрил позволяет это делать, потому что он очень такой, как я уже сказала, много раз прозрачный и звонкий, он как раз-таки дает возможность поиграться с лисировками, создать тень по более теплой подложке, как вы сейчас можете заметить. Я на лицо наношу с одной стороны желтый, с другой стороны такой более коралловый, более приближенный, как сказать, к телесному цвету, но опять же, он существует у меня и в цветах, да, то есть видите, там есть такой розово-коралловый оттенок, и, собственно, дальше уже по этому внутреннему цвету я буду продолжать работать на лисировках и затемнять портрет для того, чтобы получился эффект вечернего света, тени, что, да, девушка у нас, значит, прячется в тени. И после того, как внутренняя подложка готова, она высохла, я наношу холодный синий, которым я прорабатывала низ картины, фон, которым я уже лисировала орнаменты на платье, то есть, опять же, тот же самый оттенок мне помогает добиться результата и в портрете. Главное делать это смело и вообще знать, что делаешь, тогда вы не будете бояться работать с краской. И, собственно, можно как и затемнять по много-много раз тонкими слоями, так и добавлять насыщенности, да, то есть можно после того, как вы там сделали все ваши слои, уточнили детали, еще раз пройтись вот этим теплым желтым и добавить еще раз ветчение и насыщенность, если она вдруг потерялась, да, то есть тут фишка заключается именно во множественном наложении оттенков друг на друга, и как бы это залог сложных переходов, да, то есть смешивание не на палитре, а именно смешивание полутонов, лисировок непосредственно на самой работе, ну и напоследок, конечно же, я не смогла обойтись без применения потали, люблю ее использовать в своих работах, хочу сделать ту самую нить, которая летит по небу и проходит через сердце девушки золотой фольгой, для этого я использую клей для потали, после того, как он высох, наношу тонкие листы золота и смахиваю излишки для того, чтобы высвободить собственно тот орнамент, который мне необходим, если вам интересно подробнее узнать, как работать по талии, я оставлю ссылку на этот мастер-класс, он лежит на моем ютуб-канале, и вот такая работа у меня получилась при помощи красок шинхан, большое спасибо МПМ за возможность попробовать новый бренд, протестировать краски, здесь сейчас перед вами работа, которая не покрыта лаком, и все равно цвета невероятно яркие, как вы можете заметить, матовые, то есть не глинцуют, но возможно немного черные, но я думаю, что это может быть еще из-за внутренней печати, которая лежит на холсте, спасибо огромное вам за просмотр, ставьте ваши реакции, комментарии, мне будет интересно их почитать, ну и конечно ссылка на магазин с красками всегда где-то рядом, либо в описании к этому видео, либо в комментариях, или в самом посте, поэтому внимательно смотрите, и возможно вас ждет какая-то скидка от магазина МПМ, мы договоримся, ну и все, теперь точно я заканчиваю это видео, всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети, я вас там жду с большим количеством разных картин, которые я каждый день рисую, все, ухожу, до свидания, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok